Лекция номер 2 И план лекции будет совсем простой Сначала поговорим, что такое операторы Какие у них свойства И что такое коммутатор Потом Выведем То, что называется Соотношение неопределенностей Потом, значит Расскажем, что такое Каноническое квантование Ну и, наконец, рассмотрим Оператор эволюции Поподробнее И что такое уравнение Гейзенберга Я напомню, что в прошлый раз нам пришлось оперативно вывести уравнение Шредингера С помощью гипотезы Дебройлей Там возникли операторы дифференцирования Значит, волновой функции по времени и по координатам Причем оператор дифференцирования по координате Был связан каким-то образом с импульсом Ну и хотелось бы, значит, систематизировать это Если вы в прошлый раз узнали, что есть пространство квантовых состояний То сегодня поговорим, откуда там берутся эти самые операторы И почему они очень важны Ну вот у меня в конспекте лекции Это называется параграф 1.3 Операторы Эрмитовость Эрмитовое сопряжение, вернее Унитарные Значит, ну, во-первых, значит, один пример у нас оператора уже был Это оператор проекции квантового состояния На квантовое состояние с определенными квантовыми числами Я напомню, что у нас, если было квантовое состояние системы И мы действовали некоторым оператором, который называется проектором То получалось квантовое состояние, которое есть проекция Это квантовое состояние А это у нас базисный вектор Ну, например, на n-том уровне энергия принимает вполне определенное значение e-ent, да, в качестве примера Это был пример оператора, который Значит, что он делает оператор? Оператор из одного квантового состояния делает другое квантовое состояние При этом, хотелось бы, ну, давайте так и напишем Если у нас есть квантовое состояние ПСИ Есть какой-то оператор А То получается квантовое состояние, которое Можно так записать, обозначить, что это квантовое состояние Которое получилось и с ПСИ действием оператора А Записывают это как А со шляпкой подействовал на ПСИ Ну, еще, значит, точно так же записывают, что этот самый А подействовал на ПСИ И получилось вот такое состояние То есть ПСИА и А на ПСИ вот так можно записать Это тождественные записи, да? Просто надо к ним немножечко привыкнуть Какие свойства должны быть у операторов, которые действуют в пространстве квантовых состояний Для того, чтобы это пространство оставалось Из пространства квантовых состояний Превращалось в пространство квантовых состояний Первое свойство, которое здесь, конечно, очень важно Это линейность То есть у нас есть в пространстве квантовых состояний Принцип суперпозиции А что это значит? Если у нас есть два квантовых состояния, то можно построить квантовое состояние, которое будет их суперпозицией, это будет тоже элемент этого пространства квантовых состояний Поэтому первое свойство, которое мы обычно требуем от операторов, которые действуют в пространстве квантовых состояний, это то, чтобы они свойства квантовости не меняли То есть, если у нас есть оператор, который действует на c1, c1, плюс c2 на c2, то это будет равно c1, а подействовал на c1, плюс c2, а подействовал на c2. Вот это и есть свойство линейности. Ну и понятно, что вот наш пример, оператор проекции на определенное квантовое состояние с определенным значением квантовых переменных n, как раз этим свойством-то и обладает. Ну то есть, линейность, она следует из того, что мы вот этому пространству векторному квантовому состоянию сопоставляем вполне определенные физические свойства. Значит, линейность. Давайте, вот не буду писать, но скажу, что кроме линейности бывает антилинейность. Если бы вот здесь стояло c1 со звездой, c2 со звездой, в принципе, суперпозиция перешла бы тоже в суперпозицию, но вот эти вот элементы, ну, они как бы комплексно-сопряженные. Бывают антилинейные операторы, например, операция или оператор прощения стрелы времени, он антилинейный. То есть, в принципе, тоже такое бывает. Но при этом, конечно же, если у нас амплитуды все комплексно-сопряженные, есть подозрение, что иногда это не скажется нам облюдаемым. Ну и смотрите, из этой линейности что следует? Что если оператор а, c, а, c на а, значит, вот эти c1, 2, это просто комплексные числа. Линейные операторы, вот, можно вынести комплексное число, которое стоит справа, перенести его налево. Ну, собственно, это и написано, свойство линейности. Вот, значит, такое еще свойство. Давайте теперь посмотрим другой пример оператора, который действует. Это оператор эволюции. Хотя бы его определим. Что значит оператор эволюции? Если мне в момент времени t, равный нулю, для определенности, да, задано квантовое состояние ψ, то оператор эволюции, у со шляпкой, который зависит от параметра времени, переводит это квантовое состояние в квантовое состояние в момент времени t. Определение оператора эволюции. Ну, при этом, какие слова? Тогда мы должны записать. У со шляпкой от t, подействовав на ψ, получилось ψ от t, да? Ну, или то же самое можно написать у от t, подействовав на ψ. Вот эти записи можно по разу. Можно еще... Ну, как бы ψ от у от t не хочется писать. Но, в принципе, значит, оператор эволюции просто одно квантовое состояние переводит в квантовое состояние, которое получается в момент времени t. Ну, какие свойства хотелось бы у этого оператора эволюции? Конечно же, линейность. Ну, что это значит? Если я взял суперпозицию в очередной момент времени t, то я получил суперпозицию квантовых состояний, которые проэволюционируют. Каждое из них, вот то же самое, вместо a я напишу u. И, казалось бы, свойство линейности, оно очень важное. Второе свойство, которое должно быть у оператора эволюции, это он должен сохранять... сохранение вероятности, да? Ну, то есть нормы. Мы знаем, что вот в этом пространстве квантовых состояний, то, что называют математики нормой, то физики из-за того, что у этого квантового состояния есть вполне определенная физическая интерпретация, а именно, вот если здесь написать, амплитуда вероятности найти в квантовом состоянии ψ, значит, значение квантового числа n, равное n. То есть мы хотим... Программировку. Да. Вот мы подействовали проектором, да? И нам не нужно, или нам не нужно... Так, смотрите, проектор, он как бы... Смотрите, если у нас есть вектор, проектор совсем простая, если есть вектор, поэтому уфа e. Понятно. Здесь как бы условия, здесь только линейность. Теперь оператор эволюции, у него должны быть другие свойства. Хотелось бы, чтобы вероятность наблюдать квантовое состояние, если она была равна единице в начальный момент времени, то хотелось бы, что и в момент времени t вероятность наблюдать квантовое состояние была единица. Это следует из того, что мы как бы накладываем замкнутую систему, да? Да, да, да. Значит, и поэтому, смотрите, давайте уж тогда, если вы такие современные, представим себе кубик квантовый, который сверхпроводящий. Вот момент времени 0, у него, значит, наблюдать вероятность его равна единице. Но из-за того, что там все затухает, как только вы вводите в систему классическую трение, то же самое происходит в квантовой системе. Если у вас есть квантовое состояние, которое может и исчезнуть, испариться, да, то есть не замкнутая система, то вам приходится уже писать не квантовую механику и не уравнение Шредингера. Какому уравнению мы по определению удовлетворяет эволюция квантового состояния во времени? Уравнению Шредингера. Но если есть исчезающие квантовые состояния, и все исчезло, да, вот все, там в кубите уже не течет никакой сверхпроводящий ток, он затух. Тогда вместо уравнения Шредингера получается так уравнение линдблада. Вот если у вас кубит, у вас состояние бывает туда и сюда. А потом вы померили, а там никакого тока направо и налево нет в кубите, ничего нет, все исчезло. И тогда приходится обобщать уравнение на открытые системы, и это обобщение, в частности, называется уравнение линдплана. Даже Стивен Байнберг сказал, что, ну, грубо говоря, если замкнутая система, то квантовая механика, а если не замкнутая, приходится так же, как в механике, придумывать модели, в которых информация исчезает. Да, вот мы считаем, что мы будем точно описывать замкнутые системы. Информация никуда не исчезает. Как вот была вероятность обнаружить квантовое состояние в момент времени 0,1, так во все остальные моменты она остается той же самой. Поэтому, значит, с точки зрения замкнутой квантовой механики, квантовой пространства, да, у нас получается следующее, что если в момент времени у нас состояние ПСИ-АТ, то его нормировка как была, вероятность найти единицу, так она и осталась, равна единице. Да. Вопрос в том, что оператор не сохраняет нормировку. Не всякий оператор сохраняет нормировку. Вот сейчас мы выясним, те операторы, которые сохраняют нормировку, какого у него свойства. Вот проектор не сохраняет нормировку. Значит, оператор эволюции, по его подстроению физическому, он обязан сохранять нормировку. И, собственно, я это сейчас и записал. Да? Ну, смотрите, для того, чтобы свойства таких операторов, которые сохраняют нормировку, нужно ввести определение definition эрмитово-сопряженного оператора. Ну, мы будем двигаться от естественного определения в матрицах. Если есть матрица А с элементами Н, М, есть эрмитово-сопряженная матрица с элементами М, Н, то если здесь звезду нарисовать, то получится одно и то же. Определение значит, матричный элемент от матрицы А крест это есть эрмитово-сопряженный транспонированный элемент матрицы А. Вот это же можно записать откуда эта полоса? Наверное, после этой полосы информация исчезнет. Давайте запишем это следующим вот это запишем. А? А? Нет, у вас что-то не слетать ниже там на полосу. А, так это человеческое. Ладно. Ну хорошо, давайте левую часть запишем. Только вместо ну давайте сначала запишем А-крест. Да? Вот это и есть А-крест МН. МН. Это понятно, да? Я взял оператором А-крест, подействовал на квантовое состояние Н, а потом взял его проекцию на квантовое состояние М. Если у нас дискретный спектр Н и М это просто какие-то натуральные числа, может ограниченные, может неограниченные, то вот эту вот левую часть я записал. Теперь правую часть я как должен написать? Оператор А подействовал на состояние М. Давайте уж тогда вот так напишем. А потом взяли матричный элемент и все это со звездой. Правильно? Ну поскольку это число, что значит транспонируем числа дает число, поэтому можно написать еще так Н А М а здесь крест поставить. Можно еще раз крест произвести с этой операцией. Вы помните, что происходит при эрмитовом сопряжении брайкет? Они просто меняются местами, да? Поэтому если произвести эрмитовое сопряжение всего этого, вот всего этого, вот это вот эрмитово сопряжение, сопряжение, тогда у меня слева получится, к сожалению, придется воспользоваться вот эту штуку. Вот смотрите, надо просто перевернуть слева брайкеты, местами поменять и больше ничего не произойдет. То есть я должен написать а крест n m равно то есть если эрмитово я напоминаю, да, что такое, если я напишу psi фи крест, то получится фи psi. Это из аналогии между Гильбертовым пространством и конечномерным комплектным векторным пространством. А здесь что произойдет? Два раза крест это торжественное преобразование, то есть здесь будет a n a m Но обычно это переписывают не в том случае, когда у нас дискретный спектр, в любом случае, тогда квантовое состояние a m и n будут быть производными. То есть надо написать так, а крест, который подействовал на состояние фи равно все равно что правильно я написал? fi a psi правильно видно, да? вот это определение definition что здесь написано? Оператор a подействовал на кет вектор psi потом спроекцировали на фи Оператор a крест подействовал на кет вектор фи потом его сопрягли и спроекцировали значит на кет вектор psi это все одно и то же мы видим что такое определение эрмитово сопряженного оператора оно вот следует из того как мы определили эрмитово сопряженный то есть транспонированные комплектно сопряженные элементы матрицы для матрицы а и для матрицы а крест ну и смотрите что еще говорят с точки зрения математиков для того чтобы записать здесь записаны матричные элементы то что называется да то есть вы подействовали на кет состояние спроектировали на брат состояние в чем фишка у этих математиков смотрите с одной стороны есть гильбертово пространство в котором действует оператор у него есть область определения когда он элемент гильбертово пространство переводит в элемент гильбертово пространство а скалярное произведение они обычно определяют на более широком пространстве и тут возникает вопрос вот если определено скалярное произведение вот этих элементов и вот этих элементов то спрашивается определено ли действие этого оператора в самом гильбертовом пространстве вот с эти тонкости давайте не будем ими заморачиваться Запомним, что всегда можно выбрать такое широкое гильбетовое пространство, в котором и действие оператора А на состояние Пси будет оставлять этот элемент гильбетового пространства, и действие оператора А крест на квантовое состояние Фи тоже будет оставлять его в широком каком-нибудь гильбетовом пространстве. Поэтому для нас это будет практически одно и то же. Давайте теперь с помощью эрмитово-сопряженных операторов вот это равенство, которое мы наложили в физических условиях на оператор эволюции квантовых состояний, перепишем с помощью как раз эрмитового сопряжения. Ну то есть я возьму и напишу следующее, что Пси от Т, Пси от Т, поскольку Пси от Т это результат действия оператора У, я напишу У от Т подействовал на Пси, У от Т подействовал на Пси. Просто переписал определение оператора эволюции. А теперь, что здесь написано? Если оператор А действует на кет-вектор, это все равно, что действие оператора А крест на бра-вектор. То есть я возьму и напишу здесь равно. Вот этот оператор теперь подействует. Он сюда действовал, теперь сюда. Напишу У крест от Т, У от Т, Пси, ой, Пси, а здесь просто Пси. И это должно быть равно Пси-Пси. Вот таким вот образом. Правильно? Давайте немножечко упростим рассмотрение. Или усложним. Здесь как бы матричный элемент, вот этот вот, любые числа называются тут матричными элементами, когда они через бра-веки отнецеляются. Добавим к этому следующее условие. Если у нас есть какой-то базис в квантовом состоянии, то под действием оператора У от Т, он переходит просто в базис в момент времени Т. Ну то есть если я Пси подставлю НН, да, нормированное единице состояние, то оно перейдет в НН. А если я здесь поставлю НМ, так вот, М от Т, Н от Т, то у меня все равно должно получиться дельта НМ, да? Базис перейдет в базис. Это нетривиальное условие. Если на всех базисных векторах у вас единичный вектор переходит в единичный, а ортогональный в ортогональный, то на любых суперпозициях, построенных по этому базису, мы можем заключить, что У крест У от Т, это просто единичный оператор. Значит, вот на этом вот пространстве, которое построено по базисам, на них, на всех, вот этот У крест У можно превратить просто в единичный оператор. Ну, можно здесь шляпки поставить, если вам нравится. Вот такое нетривиальное замечание. То есть, а что здесь написано? Здесь написано, что у оператора У есть обратное. И он равен У крест от Т. Вот эти вот операторы, для которых, они, смотрите, они сохраняют норму и базис. Если только одно квантовое состояние он сохранит норму, то об этом ничего сказать нельзя. Здесь мы напишем, как всегда, для любых состояний из гильбертового пространства. Ну, то есть, принадлежащих вот этому гильбертовому пространству, то есть, пространству квантовых состояний. Другие векторы, которые не лежат в пространстве квантового состояния, нас и не интересуют, потому что у них никакого физического смысла нет. Да? То есть, мы вот с помощью того, что, значит, оператор эволюции сохраняет норму и сохраняет базис, можем заключить, что его обратный равен эрмитово-сопряженному. И такие операторы называются унитарные. Операторы. Окей. Операторы. Значит, мы вот установили, что среди операторов бывают определения эрмитово-сопряженных, да? Еще и установили, что если эрмитово-сопряженный, он еще и является обратным, то получается вот такое свойство. Параграф 1.4. Наблюдаемые величины. Ну, слово величины я писать не буду. И эрмитово-сопряженный. Сначала у нас вот сейчас только есть действующих только два оператора. Это оператор проецирования и оператор эволюции. Откуда берутся все остальные операторы в квантовой механике? Для этого надо вспомнить, что если у нас есть пространство квантовых состояний, в которых... У, да? Есть, значит, какая-то наблюдаемая величина Q, и у него есть квантовое состояние, когда эта величина принимает вполне определенное точное значение. И, соответственно, любое... Согласно тому, что у нас есть сепарабельный базис, сумма по всему множеству допустимых значений Q, здесь мы писали так Q на PSI от Q равно... Ну, то же самое сумма по всему допустимому множеству Q, а это у нас было не что иное, как QPSI. Ну, вместо N я написал Q, вот и все, больше ничего не сделал. И подразумеваю, что если Q у нас непрерывное, то там будет не сумма, а интеграл, и тогда у нас состояние нормированное не на единичку, а на дельта-функцию в непрерывном спектре. Это в прошлый раз мы обсуждили. Значит, для того, чтобы обсуждать средние величины и дисперсии, мы воспользовались тем, что у PSI от Q есть физический смысл, это есть амплитуда вероятности, поэтому, например, Q средний вычисляется так. Так, надо взять по всему множеству, да, значение величины, которое принимает она в кутом состоянии, умножить на PSI от Q по модулю в квадрате. Это было определение средней значения величины, потому что это не что иное, как вероятность. Вероятность чего? Что в состоянии PSI квантового найти значение величины Q равно PSI от Q по модулю в квадрате. Давайте продолжим надписи. Здесь будет написано просто с помощью брайкет. Что здесь будет написано? Здесь будет написано Q, PSI со звездой от Q на PSI от Q. PSI от Q это Q на PSI, а PSI со звездой это PSI на Q. С точки зрения брайкет все очень просто. Но пока что все это тождественное переписывание. Откуда берутся операторы? А давайте теперь введем оператор в пространстве вот этих квантовых состояний, где физическая величина принимает вполне определенное значение. Значит это можно дальше написать сумма по множеству Q Q PSI Q Q PSI Ну я просто переписал. Ничего нового я там не описал. Замечательно. А что я могу тут сделать? Я могу следующее. Ввести оператор Q со шляпкой, который при действии на квантовое состояние, в котором переменная Q принимает значение Q как раз и выдает это самое значение. Ну как еще можно сказать с точки зрения физической интерпретации, если у вас есть прибор и в него залетело квантовое состояние вот это вот Q, то оператор описывает действие этого прибора на квантовое состояние. Он покажет это значение Q и состояние не изменит. Ну то есть простой физический смысл, а с точки зрения математики это что такое это уравнение на собственное значение. Ну то есть смотрите, вот в этом базисе квантовых состояний оператор Q это диагональные матрицы на догонали стоят просто-напросто собственное значение. Причем еще и если это наблюдаемая величина, мы будем требовать, что мы наблюдаемой величины. Прибор всегда измеряет и показывает ее вещественное значение. Ну если мы введем такой вот оператор Q по определению, да? Это его определение. Оператор Q это такая величина, которая в базисе квантовых состояний при действии на квантовое состояние с определенным значением физической величины Q просто дает собственное значение этой самой величины Q. Вот и все. Ну то есть в этом базисе оператор это просто матрица. И все. Тогда вот Q среднее можно переписать так. что это есть в сумме по Q. А здесь я напишу Пси Q подействовал на Q. А здесь как было ну это вот Пси от Q. А это не стоит как Q Пси со звездой от Q. Правильно? Из-за того, что он подействует, получится эта величина и получится как раз вот это. А теперь надо вспомнить, что квантовые состояния, в которых величина Q принимает допустимое значение, это базис. То есть у нас есть сумма по Q полнота базиса, условия базиса. QQ извините, это 1. Тогда я вот это если вот какие-то единицы здесь замечу, во-первых, здесь можно написать, что это сумма по Q Пси Q а здесь QQ Пси вот это не что иное как единица. То есть будет равно, без всякой суммы уже будет так. то есть вот на это вот здесь что написано? Значит, вот это вот Пси Q, а потом подействовали на нее оператором Q. Ну, я так и написал. Поскольку это не что иное как сам вектор Пси, то на него подействовал оператор Q и получилась вот такая вот величина. то есть среднее значение можно переписать так Q это есть Пси оператор Q подействовал на Пси. Ну, теперь спрашивается, если у нас у физической величины все собственные значения вещественные, то среднее будет вещественным? Напишу, что это есть Q со звездой. Конечно, он будет вещественным. Что здесь написано? Здесь написано вещественное число умножить на положительное число. Значит, любая сумма тоже будет вещественным числом. Здесь скобка другая. Ну и смотрите, а теперь я воспользуюсь тем, что возьму и подействую этим оператором сюда. Вот это Q со звездой я могу написать так С Q С со звездой. Ну, можно сразу вернуть он. Ну, давайте продолжим. Продолжу надпись. вот это я могу написать. Теперь подействую этим оператором не направо и налево получится Q крест С С С С С Правильно? Ну, со звездой это все равно, что поскольку это число это эрмитово сопряжение, то есть получится ПСИ Q крест С Значит, из того, что у физической величины прибор всегда показывает какое-то собственное вещественное значение, следует, что оператор, который мы определили вот таким вот образом. Он обладает вполне определенным свойством. Я вот начало и конец перепишу. ПСИ КУПС равно КУПС ПСИ ПСИ Ну и как всегда для любого плантового состояния. Так. Извините. Переписал называется. Вот начало, а вот конец. Там-то я просто определение предписал. То есть действие оператора КУП на квантовое состояние в гильдерсовом пространстве и действие оператора КУПС крест, когда в этом гильдерсовом пространстве есть просто-напросто базис с вещественными значениями этого оператора, это идентично одно и то же. Вот для любого ПСИ можно тогда отсюда написать, что действие оператора КУПС и действие оператора КУПС одинаковое. Это называется эрмитово-самосопряженный Но тут есть всякие умники, которые скажут Здесь просто для пси одинаковых написано А если не диагональные элементы, для них у нас есть упражнение А. Сначала возьмите и подставьте пси в какой-нибудь фи плюс, извините, и псилон Это такая большая буква греческая А потом в это же соотношение поставьте место пси, фи плюс и, и псилон И тогда отсюда будет следовать, что у вас фи ку и псилон равно фи ку крест и псилон То есть не диагональные тоже будут равны между собой Естественно, они все раскладываются по базису Поэтому вот это вот соотношение Оно говорит о чем? Что если у вас есть физическая величина То ей соответствует эрмитово-самосопряженный оператор Но мы это сделали с точки зрения физики Мы говорили, что сначала есть пространство квантовых состояний Среди этих пространств квантовых состояний есть базис, который как определяется? Что физическая величина в базисном состоянии определяет Принимает вполне определенное значение ку И тогда мы проехались и получили, что должно действие оператора ку физической величины И его эрмитово-сопряжение ку крест Давать один и тот же результат в физическом пространстве квантовых состояний И тут же у нас всплывает ящик Из первой задачи задания Где пространство квантовых состояний с определенной энергией Было состояние синусов Если ящик от нуля до А А оператор импульсов Это было дифференцирование И синус превращается в косинус И получается, что в этом узком гильбертовом пространстве Действие на синус оператора импульса Выводит его из этого узкого гильбертового пространства Поэтому вот это вот свойство эрмитовой самосопряженности Операторов, которые соответствуют физическим величинам Всегда действуют в правильном, более широком гильбертовом пространстве Где Есть решение Уравнение на собственное значение Для операторов физической величины Вот собственно мы так и строили Что настоящее пространство такое В котором в физической величине Можно сопоставить оператор Который при действии на состояние В этом базисе гильбертового пространства Создает просто собственное значение вещественное Поэтому, когда вам математики будут рассказывать Что не все эрмитовые операторы являются самосопряженными Имейте в виду Что вся разница в том Что эрмитовые самосопряженные операторы Действуют всегда в более широком гильбертовом пространстве Как только вы начинаете его сужать У вас остается только вот это соотношение Что здесь написано Ну даже вот это давайте посмотрим Здесь написано, что оператор Q Подействовал на квантовое состояние Ипсилон потом спроецировал Это число вычисления каких-то интегралов Если мы в координатном пространстве И это число Интегралы могут совпадать Но при этом, если вот скажем Это какой-нибудь синус АНХ А значит оператор Вместо оператора Q Стоит какой-то ИДПДХ То синус превратится в косинус И действие, значит, этого оператора на синус Даст косинус, который не принадлежит К более узкому гильбертовому пространству Ну, в общем, импульс всегда определен В более широком пространстве Чем может оказаться в данной задаче С конкретным гамильтиньяном Например, в ящике И это вот единственное, что надо иметь в виду И не теряться, когда Математики говорят, что Самосопряженные операторы Эрмитовые операторы Это не одно и то же Имеется в виду, конечно, только в области определения Вот, значит, мы пробились До этого Теперь смотрите Ну, из-за того, что оператор Q Действуя налево и направо Если он Эрмитова самосопряженный Дает одно и то же То надпись такая Фи Ку Пси И, значит, какая еще Ку Пси Это одно и то же, да? Когда Ку Прес Равно Ку Поэтому вот это записывают Здесь что написано? Оператор Ку подействовал на Пси, а потом его спроецировали на Фи А здесь Оператор Ку подействовал на Фи, потом его взяли, значит, сопряженный вектор И спроецировали на Пси Но из-за того, что действия налево и направо одинаково, этот маточный элемент еще записывают так Вот с такой палочкой Поскольку все равно налево или направо действует, можно записать его посередине Вот это справедливо только для Эрмитова самосопряженных операторов Если здесь будет стоять оператор эволюции, это нонсенс, да? Он Эрмитова не самосопряженный Он унитарный Вот Параграф 1.5 Какие свойства У вот этих вот Собственных векторов, да? Векторов Эрмитовых операторов Я буду говорить иногда Эрмитовые Это будет синоним Эрмитова самосопряженного Хорошо? А какие, собственно, свойства мы можем здесь обнаружить? Ну, во-первых, два свойства, надо их запомнить раз и навсегда Допустим Пси Задом, да? И есть оператор f крест равно f Какая-то физическая величина f Значит, f подействовал на пси Получилось какое-то значение Ну, будет маленькое пусть Если Квантовое состояние является собственным Для Оператора самосопряженного Эрмитова f Да? Давайте тогда вычислим дисперсию Дельта f квадрат Которая есть Что это такое? f минус f среднее Ну, смотрите, почему я здесь палочки пишу Значит, среднее значение для Эрмитова самосопряженного оператора вещественное Значит, Эрмитова сопряженное минус вещественное число Это Эрмитова самосопряженная оператор Может писать его в палочках Перерыв Все-таки Что следует из того, что состояние пси является собственным Ну, во-первых, отсюда следует, что Вот это вот, чему равно, да? Хотим узнать Отсюда следует, что если я возьму пси По определению это f среднее, да? И оно, конечно, получится равно буквой f Если у нас нормировано на единицу это состояние, да? То есть здесь написано f большое со шляпкой минус f маленькое в квадрате Да? Продолжаем раздавал То есть здесь написано Пси f со шляпкой минус f маленькое f со шляпкой минус f маленькое Подействует на пси А, значит, f со шляпкой минус f маленькое Подействует на пси Это просто вторжечный ноль Правильно? То есть, если состояние является собственным для физической величины То, значит, дисперсия этой величины Среднее равно, значит, вот этому коэффициенту, да? Собственному Средней этой величины А дисперсия точно равна нулю Это называется точное измерение величины в состоянии пси Итак, если состояние собственное, то физическая величина f принимает точное значение f маленькое Спрашивается, а справедливо ли обратное утверждение? Это, допустим, было А А справедливо ли b? То есть, пусть Теперь Пусть дисперсия Тождественная ноль Дельта f квадрат равно нулю Это что такое? Это пси f минус f среднее Квадратина Пси Тождественная ноль Следует ли отсюда, что состояние собственное? Конечно, следует Давайте просто запишем Пусть у нас будет состояние фи Такое f со шляпкой минус f среднее Подействовало на пси Поскольку мы находимся в пространстве квантовых состояний В том, что формировка вот этого состояния фи больше равно нулю А что у нас здесь написано? Давайте напишем, что такое Бра вектор фи Это есть Фи крест Ну и сопряжем просто-напросто Это будет фи А здесь будет Ф крест минус f среднее Со звездой Но поскольку у нас средняя физическая величина всегда вещественная Это равно f, да? А поскольку оператор у нас физической величины То f крест тоже равно f То есть здесь написано следующее Тогда вот эта норма Это есть Пси f минус f среднее Вот это не что иное, как Бра вектор фи А здесь будет написано f со шляпкой минус f среднее На пси Это, собственно, сам фи И это, соответственно, равно нулю Но тут вспоминаем, что поскольку у нас Гильбетово пространство Оно фактически бесконечно счетно-мерное Евклидово То Если норма Векторного состояния Гильбетово пространство равна нулю То и сам вектор равен нулю Но отсюда следует, что Фи Которые f минус f среднее На пси Это, соответственно, 0 Если нормировка 0 А по условию у нас дисперсия 0 То есть нормировка фи 0 Ну и отсюда сразу же следует, что Это состояние пси Оно собственное При том, что собственное значение равно Среднему состоянию, которое там дано в задаче То есть верно Обратное утверждение И прямое Если состояние собственное, то его дисперсия 0 Ну, собственно, для Гильбетова Самосопряженного состояния А если дисперсия в данном состоянии Пси Для Эрмитова самосопряженной величины Обращается в 0 То это состояние пси Совершенно точно является собственным Ну, отсюда вывод А если есть две величины Ф и Ж Да? То спрашивается Для того, чтобы точно измерить Ф и Ж Состояние пси Должно быть собственным И для оператора Ф И для оператора Ж Ну, как бы Простое такое упражнение Теперь мы возьмем И займемся его Исследованием Для этого что? Параграф У меня написано 1,6 Нас теперь интересует Что если есть Коммутатор Кому Татор Ну, когда я был студентом Говорили Кому Татор А кому Летор В данном случае Кому-то достанется Татор Что имеется в виду? Значит В базисе собственных векторов Эрмитово Самосопряженный оператор Всегда Диагональная матрица Правильно? Ну, то есть Если я возьму Что имеется в виду? Ку подействовал на Ку Получилось число Ку И состояние Ку Если я возьму Ку с волной Ку Ку То получится Ку А здесь Ку с волной Ку Ну, а это не что иное Как Дельта Ку с волной Ку То есть Ку Дельта Ку с волной Ку То есть В базисе Ку Ку с волной Это просто матрица Да? Вот это что написано Матричный элемент Между состоянием Ку с волной Ку Это просто Дельта символ Кронекера Между этими Состояниями Ну, понятно Что если спектр Значит Дискретный Здесь будет Дельта А здесь Если он Непрерывный То здесь будет Дельта функция Символ Кронекера Дельта функция Вот так мы Непрерывный спектр И определяли Собственно То есть В базисе Собственных Значений Собственных Векторов Эрмитова Самосопряженный Оператор Это просто Всегда Диагональная Матрица А если Есть другая Величина Ф То спрашивается У нее же тоже Есть какие-то Собственные Вектора И мы можем Спросить А диагонали Ну, давайте Раз уж я стер Пусть есть Величина Ф Крест Равно Ф У нее есть Собственный Базис Ф Такой Ф Крест Подействовал На Ф Получилось Маленькое Число Ф И все Это Конечно же Конечно же Вещественное Кронекер Термитова Самосопряженное Ну, смотрите Если есть базис Вот таких вот И вот таких Состояний То, наверное Можно перейти От одного базиса К другому Что здесь можно написать Ку Ку Эф Да? По всему Множеству Допустимых Значений Которые есть Просто Значения Физической Величины Ку Ну, давайте Это обозначено Эф Ку Ну, как было Пси-эн Так написано Теперь спрашивается А если я буду Вычислять Ф с волной Ку Ф То получится Ли у меня Какое-то Среднее значение Ку На дельта Ф с волной Ф Вообще говоря Вообще говоря Нет Ну, смотрите Это можно же Переписать Каким образом Что это есть Ф с волной Здесь напишу Ку С волной Ку С волной Сумму поставлю По Ку С волной Но это не что иное Как единичный оператор Да? Потом Напишу Оператор Ку А здесь Еще одну Единичку Поставлю Еще и Суммирование По Ку Это тоже Единичный Оператор Вместе С суммой Да? Когда сумма А здесь Что будет стоять Ф Ну, смотрите Вот это вот Число Ф Ку А это число Ф с волной Со звездой От Ку С волной Ну, то есть Здесь получится Просто Напроста Что? Сумма По Ку С волной Ку Допустимым Значением Ку Подействует Получится Ку Маленькая Да? Потом Ку С волной Ку Ортонормированная Дельта Ку С волной Ку Это я вычислил Вот этот вот Маточный элемент Теперь вот это я напишу Что это Ф со звездой Ф с волной Со звездой Ку Со звездой А здесь будет стоять Ф Ку Ну, смотрите Отсюда, кстати, следует Что если я возьму Ф с волной Ку То это будет Ну, вместо Ку Вот сюда подставлю Единичку Да? То здесь будет Просто-напросто Сумма по Ку Вот это Дельта функция Никуда Дельта Символ Кронекера Не денется Здесь будет просто стоять Ф с волной Со звездой Ку На ЭКу А здесь можно продолжить Снять суммирование По Ку С волной Потому что Ку с волной Равно Ку Здесь будет стоять Сумма По Ку Ку Значит Значит, вот Если бы здесь Ку не было То всегда бы Получилось Грубо говоря Единица Дельта функции Получилось бы Ф с волной Ф Но Ф с волной Ф Умноженное на Ку Вообще говоря Это вовсе Не равно Какое-то Среднее значение Ку А здесь Дельта Ф с волной Ф То есть Если мы от одного Базиса Физической величины Ку Перейдем К базису Физической величины Ф То это не значит Что в этом новом Базисе Ф Физическая величина Ку Будет Диагональной Да? А чем Собственно Это плохо? Как говорится Это не плохо Не хорошо Но факт следующий Если Две матрицы Диагональные То вы можете Их умножать Слева направо И справа налево Получится один и тот же результат А если они Не диагональные То результат умножения Вообще говоря Зависит От того Как вы умножаете То есть Возьмем И напишем Следующее определение Коммутатора Двух Эрмитово Самосопряженных В данном случае И оператора Значит Определение Оно очень простое Давайте буду писать Ф И Ж По определению Это Ф Умножить на Ж Минус Ж Умножить на Ф Значит Коммутатор Это Символьное Обозначение Но он всегда Действует На какое-то Квантовое Состояние Которое Справа Когда вам На экзамене Будут давать Вычислить Какой-нибудь Коммутатор Вы всегда Чтобы не ошибиться Справа Какое-нибудь Состояние Пишите Если Не напишите То можете Что-нибудь Не то Получить Какие Свойства У коммутатора Есть Ну Во-первых Ж На Ф Равно Минус Ф На Ж Антисимметричность Рас Свойство Второе Свойство Линейность Если Я возьму Ф1 Плюс Ф2 На Ж То получится Конечно Сумма Коммутаторов Ф1 Сже Плюс Ф2 Сже Линейность Линейность По Значит По операторам Уже Ну а Третье Свойство Поскольку В явном Виде Это Типа Значит Умножение Просто Напросто Матриц Это Тождество Якоби Якоби Если Ф Взять Ж Руки Еще Буклы У нас Ну пусть Будет H Вот Такой Двойной Коммутатор F Ж А потом Циклически Переставлять Ж H А скобки Все время Расставлять Так же Как в первом Случе Плюс H F G То Это Здесь На 0 Но Из Определения Это Будет Следовать В силу Чего Если У нас Есть Ассоциативность И скобки Можно Не ставить То есть На квантовое Состояние Ж Подействовала На квантовое Состояние И Подействовала На квантовое Состояние Последовательно Да Ну а здесь Написано То же самое Скобки Когда Ассоциативность Нарушается Кто Может Мне Сказать Ну Кроме Как Примеры Типа Актонеоны Умножение Актонеонов Не Ассоциативно У 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 Отсоциативно Это Немножко Другое Я Вот Такой Пример Придумал Вот Есть Матричное Умножение Допустим Матрицы Все Обратимые Умножение Матриц Ассоциативно А давайте К этому Умножению Возьму Еще Операцию Под Названием Взять Обратную Матрицу Обратная Да Инверсия а умножить на b это будет b минус 1 на а минус 1 а теперь по другому поставлю скобочки опа ну то есть если вы среди своих операций введете какую-то особенную то может и ассоциативность нарушиться ну это матричное умножение а это превращение матрицы в обратную значит вот действие на умножение даст вот это а скобки по другому поставил получил другой результат про обращение стрелы в время я следующее говорил бывают операторы линейные а бывают антилинейные для антилинейных операторов и соотношение унитарности тоже записывается как антиунитарность но мы пока что этим заниматься не будем пока не дойдем до операции инверсии стрелы времени что-то у меня как-то не по лебегу и не по римону какие-то справа у меня получается ну смотрите ввели мы эту операцию для коммутатора что такое коммутатор да ну опять же тут для линейных операторов сразу же запишем что если f и c вот такое fc минус cf то есть если у нас есть комплектные числа то для линейных операторов они перестановочные коммутатор равен 0 то отсюда следует c1 f1 c2 f2 коммутатор g это будет c1 коммутатор f1 g плюс c2 коммутатор f2 g а как только у вас эти комплектные числа появились вы вообще можете сделать из операторов какое-нибудь векторное пространство если там есть независимые операторы но в сторону вот этих вот векторных пространств коммутатором мы ходить не будем потому что они называются как алгебра ли давайте простую вещь все-таки сделаем вот есть f на g термит его сопряженность ему равно да, ну давайте это докажем по-моему это такое упражнение я напишу f а здесь f на g подействует на psi ну даже шляпки не буду писать значит по определению это есть f на g крест на фи умножить на psi ну то есть на правое f на g вот этот оператор пусть это будет а здесь а здесь значит если налево подействует то это мит его сопряженный оператор ну хорошо а теперь я из-за того что у нас есть как бы ассоциативность напишу так что вот это вот оператор допустим psi же на него подействовал оператор значит это равно f крест фи а здесь g psi да а теперь этот оператор действует направо подействует налево тогда получится g крест ф крест фи да, доказали что это равно g крест ф крест что я хочу сказать я хочу следующее пусть у меня f крест равно f а g крест равно g то есть две физические величины которые описываются Эрмитово самосопряженными операторами а теперь хочу вычислить коммутатор и взять его крест ну понятно что получится g крест f крест минус f крест g крест а поскольку они Эрмитово самосопряженные то это будет g на f а поскольку коммутатор антилиней это будет минус f на g поэтому вот этот коммутатор f на g если я его напишу как p ну давайте h чертой c c какой-то неизвестный оператор вот вычислили коммутатор я его умножено и psi и h черту и разделю и тогда получится этот оператор c тогда отсюда следует поскольку и со звездой равно минус и отсюда следует что c крест равно c то есть коммутатор двух физических величин это мнимая единица умножить на какой-то эрмитов оператор ну давайте вычислим вот из гипотезы Дебройля коммутатор q и p для того чтобы его вычислить надо подействовать на волновую функцию цепку этот коммутатор если у вас на экзамене спросили значит отвечаете безобразно плохо и скорее всего надо поставить либо неуд либо 3 если знаете чему он равен то будет удовлетворительно а если не знаете автоматически неуд расписываю что это q минус hd по dq psi минус минус hd по dq q psi ну давайте напишу минус и hd скобку вынесу здесь будет q psi а здесь если я продифференцирую вот эту самую psi то получится минус q psi но я могу продифференцировать и q получится значит минус psi да вот сюда подействовал минус hd скобку вынес ну короче вот это вот сокращается в ноль а здесь получается и h сетку зачем домножали на псятку пишем здесь запятая для любого псятку которая лежит в пространстве квантовых состояний раз для любого значит действие вот этого коммутатора на произвольное квантовое состояние это действие постоянной и h на то же самое квантовое состояние то есть qp равно и h чертой на чем люди проскалываются они говорят что это ноль например и тогда сразу же экзаменатор понимает что человек целый месяц то есть семестр неизвестно где был значит коммутатор q и p не равен нулю значит бывают все-таки вот такие операторы которые это что значит это в каком-то базисе квантовых состояний где psi отходит амплитуды оператор q диагональная матрица а оператор psi не диагональная если бы они были оба диагональных они бы коммутировали не коммутируют и тогда у нас возникает параграф под названием сначала под номером кому кататор 1.70 отношение неопределенности вот 1.7 параграф соотношение неопределенностей ну пусть у нас будет два оператора крест равно а физической величины и крест равно b и задано какое-то квантовое состояние psi которое лежит в пространстве квантовых состояний соответственно раз задано квантовое состояние то определены а среднее которое есть psi а psi естественно среднее значение зависит от того какое бы квантовое состояние выбрали но и b среднее которое есть psi b psi здесь шляпки можно ставить можно не ставить вот давайте значит пусть у нас коммутатор этих величин это и аж на какой-то оператор c мы знаем что если эрмитовые величины то коммутатор это эрмитов оператору умножить на мнимую единицу но аж чертой вот из-за этой аналогии то есть пример в этом случае оператор c равен просто единичному оператору а я аж вот действительно выскочила то есть задан вот этот оператор и коммутатор c вполне определенное значение давайте следующее возьмем возьмем такие маленькие операторы построим а маленькая это а значит оператор а минус его среднее значение b маленькая это оператор b минус его среднее значение ну чтобы меньше писать и среднее значение не таскать теперь давайте значит ну коммутатор а маленького с b маленького поскольку мы сдвинули оператор на вещественное число коммутатор не изменится это будет я с чертой c со шляпкой о я успею за 4 минуты да потом будет тест значит коммутатор тот же самый а давайте теперь дельта а в квадрате дисперсии что это такое это psi а минус а среднее в квадрате psi то есть это не что иное как а квадрат среднее да это ведь а маленькое среднее ну и тоже дельта b в квадрате это есть просто b со шляпкой в квадрате среднее по какому по тому квантовому состоянии который в этой задаче рассматривается ну а теперь возьмем и так называемый метод вейли состоит в следующем построим квантовое состояние фи которое есть а со шляпкой минус и кси извините b со шляпкой подействовало на psi где кси какое-то вещественное число то есть возьмем подействуем вот этим вот странным оператором построенный из оператора а и b с непрерывной переменной вещественной кси ну сколько ни строй норма этого состояния должна быть больше равна нулю потому что у нас операторы действуют в пространстве квантовых состояний и как бы они не действуют получается какая-то суперпозиция других квантовых состояний и норма этого квантового состояния фи будет неотрицательной давайте значит вычислим что такое фи бравектор это есть фи трес то есть это будет psi я переворачиваю да psi перешло в psi который бар вектор здесь значит а перешло а и перешло в минус и кси перешло кси а b перешло в b потому что а эрмитово сопряженной кси вещественное b эрмитово сопряженной а и эрмитово сопряженной это минус ну и тогда вот это вот фи-фи норма что это такое будет давайте распишем psi здесь будет а плюс и кси b а минус и кси b кси ну вот первый на первый получится просто дельта а в квадрате да это а в квадрате среднее потом значит первый на второй напишу минус и кси а здесь напишу а b давайте вот так напишу а здесь будет минус b и усреднить по тому самому пси который здесь задан ну и два последних получится плюс кси квадрате дельта b квадрате что это такое это значит это все больше равно с точки зрения функции от вот это что такое это есть и аж чертой c средняя коммутатор тут написан значит у нас получился просто-напросто квадратичная функция от вещественного параметра пси то есть парабола по условию того что это квантовое состояние у нас пси и после действия этих операторов тоже остаются квантовое состояние нормировка не может быть отрицательной в этом заключается между вели то есть давайте я напишу это си в квадрате дельта b в квадрате и на минус и плюс значит аж чертой c средняя да на кси и плюс дельта а в квадрате это должно быть больше равно значит парабола она не отрицательная если у нее дискриминант кажется называется да b в квадрате это а в квадрате c средняя в квадрате минус 4 ну вот как c а на c да дельта b в квадрате на дельта а в квадрате для того чтобы парабола максимум что делала это касалось это кси а здесь будет кси вот она либо такая либо максимум такая значит дискриминант должен быть меньше равно нулю давайте я напишу тогда дельта а в квадрате на дельта b в квадрате больше равно h пополам c средняя в квадрате обычный корень извлекают дельта а на дельта b больше равно h пополам на c средняя по модулю когда корень извлекаем на дно ну и у нас было следующее если а это q со шляпкой а b это p со шляпкой то у нас получается дельта q на дельта p больше равно h пополам соотношение неопределенность координата импульса ну давайте сразу же еще у нас есть время для тестов смотрите когда касается касание с этого начнем тогда следующую лепсию во первых чтобы касалось нужно чтобы дискриминат был равен нулю отсюда следует что дельта а на дельта b равно аж пополам модуль c среднего то есть соотношение неопределенности в данном состоянии всегда больше равно чем аж пополам на среднее c но бывают случаи когда дискриминант обратился в ноль в этом случае говорят что значит соотношение неопределенности минимизируется но минимизируется она только вот в этой точке да существует такое равное гамма ну наверное гамма в следующий раз вычислим придется это переписать